Дорогие друзья, я с вами Виви и я продолжаю для вас записывать разные ролики. 21 час назад, ну то бишь округлим день назад в твиттере, человек с никнеймом Riot, как у него там, Papulser, выложил пост. Этот пост потом на Reddit перекинули, потом это начал по пабликам расходиться и конечно же даже многие люди начали записывать ролик на эту тему, ну и я в том числе. Какой-то пьяный бред написал какой-то мужичок. Но какое отношение имеет к Riot Games? Оказывается Riot Games Papulser это тот самый человек, который 15 месяцев назад стал главой игры Лиги Легенд. Вы знаете, что у нас есть замы и вот эти замы как раз таки сейчас ушли из ПБЕ сервера, но есть даже глава у этого всего. И эта глава пишет, что он за 15 месяцев многое осознал и вот он свои тезисы хочет нам рассказать и рассказать о будущем и рассказать то, что он понял за эти 15 месяцев. Я решил загуглить, что же еще постил этот чувак и оказалось, что он ничего до сегодняшнего дня не постил. Это очень странно, потому что парень работает как 15 лет уже в Riot Games и является гендиректором, гем-директором Лиги Легенд. Не ген, а не генеральный директор он, да? Ну вы поняли. 10 тезисов, которые он рассказал. Они здесь на английском, но я уже перевел все на русский. Вот можем здесь их проще почитать. Итак, первый его тезис. Мы должны стремиться к мечте, а не совершенствовать то, что мы имеем. Это прям заголовок в стиле «Мы не собираемся заниматься Лигой Легенд». Мы там типа кое-что придумали, но вам пока не расскажем. Потом удивитесь. «Веселье важнее денег, перемены важнее инерции, а путешествия важнее пункта назначения». Здесь вообще какая-то аморфная фраза в стиле паблика со Стетхэмом. Но мысль-то правильная. То есть должно быть веселье в Лиге Легенд, должно быть больше перемен в Лиге Легенд. И именно то, что мы пытаемся достигнуть с Лигой Легенд, это важнее того... Точнее, как мы пытаемся это достигнуть, это важнее того, что мы собираемся достигнуть. Наши игроки отличаются друг от друга, и с каждым годом их становится все больше. Ну, это им кто-то сказал, видимо, что все аккаунты генерал ХС — это разные люди, поэтому они так думают. На самом деле нас становится все меньше, но то, что мы отличаемся друг от друга — это факт. А тут и по возрасту, и по полу, и по другим признакам очевидно, что у нас слишком... Мы слишком разные. Но меня удивляет, что Riot все же... Только одну группу сейчас в последнее время выделяют. Но про это мы не будем в этом видео рассказывать. Независимо от того, насколько хороши или опытны наши... Насколько... Нет. Насколько наши игроки опытны и умелы, каждый по-прежнему должен удивляться и радоваться игре. У него тут вообще какая-то пьяная фраза была, вот. «No matter how skilled and grumpy, everyone loves to be surprised and delighted». Я с этим, вообще-то, согласен, но они забывают, что Лига Легенд — это не только об веселье. Пока вот эти вот четыре поста, которые он рассказал, у него все идет про веселье. Про то, что, ну, как будто рейтинг надо убрать из Лиги Легенд, тогда, да, наверное, так оно и будет. Видимо, потому что он играет только Арам, этот гендиректор. «Наши текущие планы — это просто шум без долгосрочной перспективы. Будущее не может быть реализовано без успеха сейчас». Это, правда, прямо противоречит вот этой фразе, но ладно. Написал, написал. «Red Games волнует то, что думают игроки. Игроки заботятся о Лиге Легенд больше, чем мы могли себе представить. Каждый раз, когда я посещаю мероприятия, я это вижу». Да ты что? «Red Games боятся подвести игроков. Это и хорошо, и плохо. И это подтверждается социальными сетями». Не совсем понимаю, что значит подтверждается социальными сетями, как было в оригинале. Давайте прочитаем. «This boss and good and bad, and we reinforced by social media». Ну, в общем-то, да, да. Это он имеет в виду, что мы получаем всю информацию из социальных медиа, и это можем видеть, что людям и нравится то, что они делают, и не нравится. Вот поэтому это и хорошо, и плохо. Понятно. «Нам необходимо строить приоритеты будущих планов нашей игры вокруг того, что игроки чувствуют». Логика вторична по отношению к интуитивным эмоциям. То есть, он только что сказал, что мы будем слушать только тех, кто орёт, кто кричит, но не тех людей, которые адекватны и ничего не пишут, ничего не говорят, а просто играют и наслаждаются той игрой, которая сейчас имеется. «Игроки хотят чувствовать себя увиденными и услышанными, а Riot Games хотят чувствовать, что их ценят и уважают». Ну, здесь, как бы так сказать, очень тяжело это соблюсти. Но 9 этих постов можно вот так сделать, ребят, вот так сделать, потому что, если бы он их не написал, было бы всё нормально. Но кто-то ему сказал, что надо эти посты из паблика Стэдхэма выложить перед тем, как выложить главную информацию. В 2024 году каждый найдёт что-то для себя. Это тоже удаляем, кстати, тоже не нужно. Но в 2025 или просто 2025 год изменит Лигу Легенд навсегда. И вот за эту фразу все и зацепились. Потому что, если мы будем рассматривать на Reddit этот пост, в Twitter этот пост, всех зацепила только вот эта фраза «2025 год изменит Лигу Легенд навсегда». Что же у нас произойдёт с Лигой Легенд в 2025 году? Но меня даже не этот вопрос больше интересует. Что произойдёт? Ну, у меня две версии. Вы можете свои в комментариях тоже написать. Первая версия Riot Games. Новый клиент наконец-то завезут на другой движок. Нас перекинут и Лига Легенд будет меньше баговаться. Клиент будет более адекватный. Хотя я слышал, что они со стимом не договорились. Значит, они на этот движок вообще не собираются переходить. Ну, короче, ладно. 2025 Лига Легенд 2, допустим. Первый вариант. Второй вариант, наверное, самый адекватный Лига Легенд. ММО РПГ выйдет в 2025 году. По датам совпадает, потому что они в 2024 собирались бета-тестирование ММО проводить. Хотя многие сказали, что они не успевают из-за того, что ковид там немножко им планы поломал. Потом война немножко им планы поломала. Потому что деньги перестали в другую сторону уходить. И в итоге вроде как они к 2024 году не готовы совсем. И, соответственно, выйти в 2025 тоже они не могут. Но я всё равно думаю, что это именно связано с ММО РПГ. Причём же здесь тогда Лига Легенд? Ну, при том, что ММО РПГ будет строиться не как отдельная игра, а как объединение всего и в частности Лиги Легенд тоже. Потому что это один и тот же мир. Но здесь вроде как человек говорит только про Лигу Легенд. Если так, тогда Лига Легенд 2, новый движок, новое это всё. Но он говорит про 2025. И вот здесь я хочу грустно найти пилюльку дёгтя в эту бочку мёда, хотя странно её называть бочкой мёда, хочу закинуть. А он говорит, что 2024 каждый что-то для себя найдёт. И вы видели, сколько воды было написано в первых 9 постах. Это намёк на то, что они ни хрена делать в 2024 году не будут. Сейчас люди ушли с работы, отпуск. В январе парочку багов пофиксят, посмотрев ролики от Вандерила. Увидев, как Вандерил какие-то баги поймал, может ещё какого-нибудь стримера поймают, там увидят, что он тоже баг поймал. Поправятся эти баги, выпустят это говно, какое оно будет. Потом ориентируясь на чемпионаты, потому что это их лицо, это их миррор, это их зеркало, на которое они вынуждены равняться. Будут ориентироваться по чемпионатам в Корее, в Америке и так далее. Будут менять Лигу Легенд. Ну и весь годик так как-то и пройдёт. С отвратительной игрой. Ну а в 2025, мол, всё поменяется. Вот как-то так. Мне это, конечно, всё не нравится, потому что я опять же говорю, а я больше не верю Райтам. И когда я вижу вот такие посты, это типа глава, который до этого вообще ни одного поста не выкладывал, здесь он выкладывает такую информацию. И она состоит из 90 процентов воды и только одна информация интересная. Всё остальное мы типа о вас заботимся, но мы хотим, чтобы и вы тоже нас не обижали. А как вас не обижать, когда вы о нас не заботитесь? Или о ком вы о нас заботитесь? О тех людях, которые не играют в Лигу Легенд? Не, я соглашусь, что они заботятся. Они там придумали режим. Вернули Блиц-Плиц режим. Вернули режим снова Арианы 2 на 2. Это для веселья. Всё там где-то пачки для ТФТ выпускают. Это тоже для веселья. Веселье оверфейр. Не знаю, почему они объединили с фейром это, ну то есть с деньгами. А почему они не это не объединили с Трайхардом? Или там с тем же самым рейтингом? То есть Райты намекает нам, что, ну, ребят, мы, короче, ничего делать не будем. Если хотите, можете продолжать играть рейтинг, но вы идиоты тогда. Удовольствия вы получать от рейтинга точно не будете. А вот если вы хотите просто получать удовольствие, играйте нормальцы. Для этого мы всё делаем. Это факт. Для нормальцов они делают всё. У нас есть и быстрый сейчас поиск игры, и там больше нет никаких чаттерсов, нет никаких спамерсов, людей банят. Как вы знаете, там нельзя не потроллить ничего. То есть нормальцы стали реально интересной игрой. А что касается рейтинга? А рейтинг? Да кому он нужен? Райты тоже считают, что он никому не нужен. Будет интересно, если они в 2024 объявят, что рейтинга на год не будет. Это было бы... Вот реально веселье оверфейр. Ладно. Вот и всё. Уходим на, как говорится, перерыв. Ждём нового сезона, 10 января. Я ещё ролики буду для вас записывать на ютубе, понятное дело, буду выкладывать. Просто, я так понимаю, больше мы никакой информации от рейтов не получим до 10 января. Вот и всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. И, конечно же, пишите ваши комментарии. Это продвигает видео, и мне интересно, что вы обо всём этом думаете. Пока-пока.